Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Настольный Сюр, с вами я, Киса, и сегодня, наконец, долгожданный Бэк Инфинити. Да, вы так долго ждали, мы готовились, посмотрим, что из этого выйдет. Итак, самый главный конфликт, который у нас происходит в мире Инфинити, развернулся в результате стычки, так сказать, трех разных сторон Вселенной, которая нам доступна. Это, с одной стороны, гигантский комбайн армии, против них выставляется вся хуман сфера, это все-все-все-все-все нации людей, плюс Олев, там наемники, вот это вот, весь этот сброд с одной стороны, и третья сторона, это у нас есть Тоха, и у каждой из этих трех сторон свои интересы. Ну и люди тоже, люди-дебилы, всегда между собой воюют, поэтому тоже у каждой из наций есть свои интересы, и вот 12 пытаются этим балаганом себя управлять. Но как так получилось? Почему произошла эта война? Почему этот конфликт начался? И самое главное, почему повествование всей Инфинити, в принципе, начинается с так называемого последствий второго нападения? Сегодня постараемся с вами узнать, раскрыть все тайны Парадиза. Поехали! Система, где находится наша планеточка Парадиза. Представляет из себя бинарную систему, то есть у нас есть две звезды, там один карликовый гигант, другой полукарликовый гигант, ну в общем, две маленькие звездочки, которые подпитывают друг друга, и шесть планеток. Сама же Парадиза у нас четвертая от центра, и вокруг нее, соответственно, и будет происходить весь кипиш и заварошка. Комбайн, всеми нами любимый, под командованием искусственного интеллекта, находит Тоху и такой говорит, присоединяйся к нам, грязный овощ, или умри на грядке. Ну, Тоха сказала... Хер тебе в рыло, сраный урод! И началась глобальная война на уничтожении всей Тохи. Одна из немногих фракций, которая смогла достаточно долго давать отпор комбайнерам, но у комбайна ресурсов по сбору овощей больше, поэтому постепенно Тоха начинает терять свои системы, и у нас все мы знаем, что, кто смотрел Бэк Тохи, есть так называемая организация Триумвират. Триумвират — это тайное общество масонов среди овощей, которое там ведет подпольные игры, как таковой армии напрямую у них нет, а вот там всякие манипуляции, там подкупить этого, сделать тихое убийство здесь, заставить там всех думать, что вот эти плохие, эти хорошие, вот это все, чем занимается у нас Триумвират. Триумвират понимает, что долго так с комбайнерами меститься мы не сможем на равных, и рано или поздно всю Тоху у нас прокупируют и уничтожат, и либо там захапывают под себя, что, в принципе, и происходит на системах, которые уже были, так сказать, отданы под комбайнеров. Тоха открывает глаза и понимает, что, блин, мы сражались за какую-то там партию пятерочку, а надо было идти в ленту, и как бы будем молодцы. В итоге, проще говоря, часть Тохи, которая на оккупированных землях, продолжает сопротивляться к комбайнам, а другие, открыв глаза и поняв, что, как бы, тройничок не всегда хорошо, переходят в соло-борождение на сторону комбайна и начинают меститься со своими сородичами, пытаясь до них донести правду о том, что, чуваки, есть, оказывается, масонская ложа в виде Триумвирата, которая нами всеми рулила и управляла, и там втихую делает все, что нам было нельзя. Что же было нельзя делать в обществе Тоха, а это, так называть, вскрывать дзечи. Дзечи – это гигантские биологические компьютеры, которые размножаются методом почкования и предназначены для того, чтобы накапливать абсолютно всю информацию, то есть они таки летают по вселенной, высаживаются на планетку и собирают всю информацию, которая там была, то есть записывают, что там была за раса, что они делали, почему они умерли и трали-вали пассатиж, то есть такая прям гигантская база данных. Комбайн решила искать эти компы, взламывать их, собирать всю информацию, чтобы достигнуть великого просветления и познать все тайны вселенной. Тоха же, со своей стороны, решила быть геройными данных компов, и вместо того, чтобы вскрывать и собирать из них информацию, она их размножает и распочковывает взамен, как геройдам, компы сами дают им иногда интересную, прикольную информацию. И, соответственно, основной еще причиной конфликта между комбайном и Тоха заключается в том, что они по разные стороны баррикад. Одни, короче, хакеры, а другие, типа, безопасники, и вот они между собой месяца. Триумбират понимает, что рано или поздно, все проиграем, открывают портал, который научил делать Зечи, на систему, где находится планета Парадиза, улетают туда, высаживаются на четвертую планету от Солнышек, и там находят один из Зечи и нарушают свое заветное кредо о том, что мы больше не будем никогда вскрывать эти компьютеры. Они их вскрывают, дабы получить различные тайные знания, и одно из этих знаний заключается в том, что они могут создавать черевоточины. Черевоточины — это такие дырки в пространстве, через которые вы можете путешествовать между разными системами. А второе важное знание, которое они узнали от компьютера, о том, что миниатюры Infinity можно купить где? Лавки Орка. Большой ассортимент и приятные цены. Лавка Орка — официальный дистрибьютор Infinity в России. А твоя скидка 20% по промокоду INFINITY20. Спеши воспользоваться! Вот. Соответственно, обучившись открывать чревоточные пространственные дыры между солнечными системами, ну блин, планетарными системами, давайте назовем так, или там звездными системами, вот, они такие открывают дырочку к Земле. Вуаля! Люди видят, что у нас открылись какие-то порталы и отправляют экспедиционные корабли в размере два штука. Ариадна, которая в дальнейшем у нас и породит непосредственно всю фракцию Ариадна. А второй — это Аврора. Ну вот Аврора и улетает нам на Парадизо, видит, что пригодная такая планетка для колонизации, чё бы нет, высаживаются. Тоха, скрыв дзечи, начинают делать, так как дзечи — это у нас биологический компьютер, напомню, с помощью него они узнают новые знания, как делать биологические постройки. То есть, не привычный способ, там, железо и чё-то такое прочее, а вот именно такие биологические постройки. И в итоге органический такой космолай, так называемый, комплекс выстраивается на планете Парадизо. Люди такие высаживаются, начинают такие топать туда-сюда, тоха начинает за ним пристально следить, чё они начинают делать эти колонизаторы. Ну, в какой-то момент они думают, так, надо нам спереть кого-нибудь из них и чё-нибудь с ним поделать. Ну, начинают пирить колонистов. Ну, Тоха не предлагал только одно, то, что колонисты-то, оказывается, прилетели не одни, а с ним был вооружённый контингент, который начинает понимать, что, а, за нами тот следит, б, у нас пропадают люди, чё-то не то. И отправляют разведку, узнают о том, что у нас есть какие-то тоховцы, начинают их, короче, бодренько месить. Тоха понимает, что, блин, всё, пора, короче, пускать секретное оружие. Это некий код, который превращает народ в зомби, только на биологическом уровне. Нечто подобное есть в комбайне в виде сепситера, но там надо, короче, кубешник перепрограммировать. Ну, запускается, короче, вирус, и люди начинают просто колоссально умирать. Они подцепляют этот вирус, в итоге пытаются реанимировать, а вирус, как ковид, очень мега заразный. Никто не носит масочки, не соблюдает, там, локдаун, и в итоге начинают быстренько все умирать. Лазареты переполняются намного быстрее, нежели, чем люди успевают их лечить. Ну, и в итоге оставшиеся пытаются отбиваться от этого вот зомбовируса и принимают решение о том, что нет, надо, короче, устроить кипиш на базе Тоха, устроить саботаж, всех их к себе, короче, заманить, и потом сделать ремов-кебаб, сдетонировав главный реактор корабля. Для чего отправляется секретная такая мини-группка. Они притворяются в виде зомбаков, пробегают в стан врага Тохи, делают мини-ядерный подрыв всего этого комплекса. У Тохи с этого подрывает жопа, они пытаются перехватить этих диверсантов, которые бегут обратно на корабль. Идет отчаянная перестрелка в джунглях, которая просто кишит солдатами Тоха. И в итоге, там, маленькая часть контингента добегает до корабля, начинается бодрая перестрелка, еще больше, короче, зомбаков, людей и тоховцев стягиваются к кораблю, и потом происходит подрыв реактора. Бабах! Выжившая Тоха просто в шоке от такого фурора. И они такие думают, эти ребята что-то знают в войне, и они послушают неплохим пушечным ресурсам в войне против комбайна. А еще нам надо продумать план, как нам помилить всех между собой. И тут просто начинается гигантский этап, так называемый миссия Перекресток, да, пересечения дорог. Это как Твен Верат решил островить между собой комбайн и непосредственно подружиться с людьми. Более подробно мы сейчас с вами об этом узнаем. Как люди попали на парадиза. Итак, первым этапом во всей этой махинации было сделать следующий путь. Это открыть опять чревоточину в хумансферу, заманить людей, чтобы они туда приземлились и начали производить какую-то активность. После чего надо будет нам сделать следующие процедуры. Это заманить комбайн, чтобы они туда прилетели. А потом дать наводку людям на то, что вот есть какой-то корабль пришельцев, и с помощью этого корабля пришельцев они ведут на нас. Охренительный план, охренительный. Итак, как же все пошло дальше развиваться? Действительно, с помощью тайных знаний Удзечи опять открывается чревоточину в хумансферу. Люди получают похожий сигнал, такой же, как когда отправили Аврору. Отправляют сюда теперь не корабли, а зонды. Зонды находят пригодную планету для колонизации. Напоминаю, да, то, что к тому моменту, когда происходят эти события, люди уже активно используют колонизационные корабли. Были колонизированы планеты со стороны Панок, такие как Акацимента, Варуна и частично Сваралхейма. Китайцы же оккупировали две планеты Ютанг, вторую я уже не вспомню, как она называется. Кислам улетел на барак, а аномады как вот развлекались на своих кораблях, так и развлекаются. Ну и также у нас есть Консилиум Прайм, где у нас Тусит О-12. Ну, а Лев витает в своем космическом пространстве на различных станциях. Ну, это когда открывается еще у нас новая возможность колонизировать новую планету, новые ресурсы, новые знания. Все просто улетают туда. Впереди ранее всех у нас летит Апанокеания, потом влетает туда Юджинг, ну и остальные сектора у нас добивают уже хокисламиты. Вот, а рядные намады выступают, ну, как, типа, рядный экспедиционный корпус больше будет выступать в дальнейшем. А намады будут выступать в качестве помощников хокисламу. Ну, так себе помощники, как окажется дальше. И начинается непосредственно замес. Апанокеания высаживается в так называемую Немезис зону, где было больше всего расположено Космо Лайтов. Это, напоминаю тем, кто прослушал первую часть, это биологически созданные вот эти вот ресурсные станции Тохой с помощью Дзечи. И начинает активно все исследовать. Юджинг тоже остается в недолгу. Происходят различные стычки между собой, как это всегда привычно для людей. Начинается замес, как бы, вот у нас есть какие-то ресурсы, мы начинаем что-то там исследовать. Ну, и, соответственно, как бы, вот идет вот эта вот междуусобица, между, там, прям, вражда между собой. Кто же у нас завоюет ту или иную информацию, получит, и в итоге вот 12 не выдерживает. Кто-то говорит, типа, ребята, вы, короче, охреневшие черти, так делать нельзя, и Немезис зона становится зоной нейтралитета. Ничейная земля, она становится под властью О-12, туда могут приходить только ученые и что-то изучать. Ну, как бы, такие, ну, ничейная земля, ничейная земля, как бы. Окей, что с этим поделать. Теперь нам надо как-то заманить людей, чтобы они что-то нашли, и также подать сигнал комбайну. Парадиза первого нападения пришельцев. Как это было? Дело в том, что в Infinity, в Back Infinity, не расписаны именно этапы компании, так сказать, первого нападения пришельцев и второго нападения пришельцев. А есть такие небольшие выжимки, именно как пришельцы пришли, и небольшие предпосылочки к тому, как пришельцы пришли. А дальше мы уже начинаем с вами вот тайм-линию со второго. Ну, после второго нападения. Как раз-таки операция по соединению людей и Тоха, и она как раз-таки происходит вот после второго нападения. Так, с помощью нашего ключа у нас есть доступ к архиву Maya, чтобы посмотреть, именно с чего все началось, и какие были предпосылы, восстановлены нашими аналитиками в ходе изучения того, почему комбайн-армия так успешно отвоевала достаточно большой кусок земли у людей. Событие номер один, с чего все началось. Итак, первый предпосыл к нападению комбайнов был в том, что шаттл, который перевозил одного из главных генералов Панекиани, который отвечал за весь панекианский контингент на территории Парадиза, был уничтожен. В результате сбоя в автопилоте корабля и приемного модуля на посадочной станции корабль сошел за траекторией посадки и рухнул на город. Никакая броня, ни средства безопасности не смогли спасти генерала. Чтобы нанять и прислать такого же по уровню генерала, потребуется несколько месяцев, так как бюрократия Панекиани плюс расстояние, все это живет очень много времени. Буквально две недели до наступления армии комбайна. Колоссальный взрыв уничтожает фабрику по производству амуниции Китая на одном из спутников Парадиза. В результате инцидента погибло 10 операторов и один инженер. Для восстановления данной фабрики потребуется как минимум около трех недель, а производственные мощности Китая на Парадизе упали на 15% неделя до наступления комбайнов. Офицер Джинбазанов объявил аларм о том, что какой-то нарушитель попал в шлюз, перекрыв абсолютно все доступы и заблокировав лифт, переведя его в оранжевый код защиты. Тем самым он спас несколько тысяч граждан, не дав опуститься лифту на планету. А нарушитель так и не был найден несколько дней до наступления флота комбайнов. Поработав пять лет совместно, один из ассистентов службы безопасности был очень сильно удивлен тем, что его секретарь его проатаковал. Последнее, что он увидел перед смертью, как секретарь на его глазах преобразовывается в его же самого. А в отчете будет указано, что секретарь уехал в отпуск на три недели, его никогда здесь не было. Две недели до нападения армии комбайнов. Китайский генерал будет застрелен при выходе из бункера метким выстрелом в голову скрытым снайпером. Пуля уничтожит полностью голову и часть спины, что сделает невозможным его восстановление с помощью куба. 12 минут до наступления комбайнов. Точные ракетные удары полностью уничтожат систему ПВО и безопасности, в итоге оставив людей абсолютно беззащитными перед высадками комбайнов. И также за час до наступления непонятный вирус будет загружен в систему ПВО Китая, который полностью освободит небо над ностралийским континентом, вырубив просто все ПВО. Перезагрузка системы займет 6 часов, комбайны же нападут через час. Вот такие вот были первые, так сказать, посылы комбайна. Люди не знали, что на них напало. Полностью были просто уничтожены все коммуникационные сети, система ПВО. Генеральский штаб также был вырезан скрытыми агентами, которые заранее на невидимых кораблях шишвостей были доставлены в систему, высажены на Парадиза. И так называемые спящие агенты Спекула интегрировались и ждали своего часа, когда рука ИИ повелит им выступать и начать делать саботаж и диверсии. Потом прилетают злобные Мараты, которые просто отутюжили один из панокеанских городов, который находился рядом с ничейной землей, уничтожив 20% города и 30% населения, оставив просто расчлененную кровь в кишке. А после только этого они вышли на связь с людьми и сообщили о том, что мы комбайн, мы пришли к вам. Вот именно так началось первое знакомство людей с комбайнами. Действительно новый враг, которого никто не ждал, и что с ним делать, никому не понятно. Следующий этап начинается у нас с того, что у нас начинается миссия любопытства в зоне отчуждения или женичения Земли. Немножко по географии Парадиза. Парадиза из себя представляет два континента. Первый, который называется Настралий-континент, и второй Серпентрия-континент. Разделено двумя океанами. Лемуриан, первый из океанов, и второй Хуиджиху. Надеюсь, я прочитал правильно название этого китайского океана. Также у нас есть свободный остров Сальвора, и между двумя континентами у нас есть барьерное море. Соответственно, на Настралийском континенте ее разделили на условно две части между собой, панокеанцы и китайцы, и немножко туда вклинились хокисломиты. И непосредственно на Серпентерии больше представлено у нас китайцев, нежели панокеанцев. Ну и посередке, опять-таки, у нас очухнулись немножко хокисломиты. Непосредственно ничейная земля больше располагалась на Настралийском континенте. В дальнейшем, на котором у нас будет располагаться Северный фронт, где у нас представлен как раз-таки цитадель от импларов. Итак, в тайной скрипте Тевтонского монастыря, который располагается на континенте Настрелия, внезапно активируются какие-то тайные символы с похищенных артефактов из ничейной земли. Они начинают показывать какие-то непонятные координаты. Сержант, который находился в тот момент в скрипте такой, что происходит, срочно докладывает Верховному руководству о том, что передаются какие-то координаты, система сама включилась, я ничего не трогал. И в этот момент как раз-таки за его спиной находится Аль Джабель, который был уже давно запущен в этот монастырь под видом одного из братьев. Вот, убить фазорофисера у него была задача, но видя, что происходит какой-то кипиш и тайный артефакт пришельцев заработал, показывает какие-то координаты, он решает не убивать, а быстренько по тайной линии связаться с представительством Бахрама и сообщить о том, что Теваки назревает какая-то веселуха. Ну и в то же время также перехватывается данная информация китайцами и всем таким прочим. И в итоге туда собираются лететь очень много кто. Получив непосредственно информацию о том, где у нас что располагается, собирается быстрая экспедиция в ничейную землю в главе Тевтонского ордена с одним из фазер-офицеров Сейлирии, и они улетают туда. Хакисламиды тоже быстренько собирают свои силы и опускаются вслед. И начинается заварушка как раз-таки. Находят некий центр, надо стыбзить дату, выкачать оттуда. Панакеанцы бодро сражаются с силами хакисламидов, и в какой-то момент понимают, что, блин, что-то нас прижали, и офицер Сейлирии говорит о том, что, коль мы закончили все закачивать, улетайте, я своей попой по всех прикрою, и в итоге, да, к сожалению, он погибает в ходе этой операции, Аль Джабель его убивает, но, к сожалению, ценные знания, которые смогли выгрузить панакеанцы, улетают в закат со всеми мечтами ассасинов о получении этих данных. Это была одна из первых операций под названием Data Recovery, которая запустила как раз-таки цепочку тайных миссий и задач, которые Triumvirat подготовил для людей. А в следующих миссиях, которые подготовил коварный Triumvirat для людей, вы узнаете в следующем выпуске. С вами был я, Киса. Поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, услышимся. А в конце я выражаю огромную благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне и Бусти. А именно... Фидель Пиночетов, Евгений Мурул Сафронов, Иван Много Джокеров Копылов, Денис С, Алексей Элдер Ермаков, Артем Арт Демиденко, Ермак, Мурзик, Анатолий Джекер Коновалов, Влад Флайдронс Кузьмин, Алексей Герыч Гордеев, Дмитрий Крик Архипов, Павел Кузнецов, Юрий Хмелевской, Валбер, Механдес Нодет, Костя Озерный Хенч, Никита Райму Нефедов, Артем Севенред, Витол Бош, Влад Призрак Иванов, Невезучий Лодж Экей Старый, Олег Печенек Морозов, Горок, а также, конечно же, как всегда, на почетном месте, Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо вам большущее! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!